Приветствую всех! Вот вышло наконец-то то самое видео, которое вы все ждали. Год назад я обещал вам эксперимент с гирокомпасом и я его сделал. Для тех, кто подключился к нам недавно или забыл о чем речь, я напомню. На моем канале выходило видео о таком навигационном приборе как гирокомпас. Этот прибор примечателен тем, что он в целом прост по своей конструкции и при этом работает за счет свойств гироскопа и вращения шарообразной земли. Напомню, прибор способен определить направление географического меридиана, то есть указать направление на истинный или географический полюс. Вот эпизод из моего предыдущего видео, где я подробно и максимально просто объяснил принцип работы этого прибора. Постараюсь максимально кратко и понятно объяснить принцип его работы. Основан он на двух свойствах гироскопа, стремлении сохранять свое положение в пространстве и прецессии, а также на суточном вращении земли. С первым свойством думаю все понятно. Свободный гироскоп в кардановом подвесе стремится сохранить направление оси и ротора в мировом пространстве неизменным. Это может экспериментально проверить любой желающий. Со вторым свойством чуть сложнее. Прецессия это явление при котором ось гироскопа меняет свое направление под действием внешних сил. Наблюдать это явление довольно просто, но многие неправильно его понимают. И многие думают, что волчок это единственный пример прецессии. На самом деле суть ее в том, что при воздействии на ротор в каком-то определенном направлении ротор стремится отклониться не в том же направлении, а в другом перпендикулярном плоскости воздействия и плоскости вращения ротора. Я не буду вас грузить объяснениями и формулами. Достаточно будет простой демонстрации. Как видите, при приложении вертикально направленного усилия этот ротор стремится развернуться в горизонтальной плоскости. А теперь посмотрим как же эти свойства гироскопа и вращение земли превращают гироскоп в гирокомпас. Хочу уточнить, что гирокомпас это не свободный трехстепенной гироскоп. Важным отличием является то, что одна из степеней свободы у него ограничена таким образом, чтобы главная ось гироскопа всегда была горизонтальной. Это делается разными способами. Самый простой с помощью смещения центра тяжести подвеса вниз. Как правило, это просто некоторый груз, прикрепленный к раме подвеса. Такой гирокомпас называется маятниковым. Ну а теперь перейдем к сути и посмотрим как же все это работает. Расположим наш воображаемый гирокомпас на экваторе так, чтобы один конец оси ротора смотрел на восток, а другой на запад. Запускаем его и смотрим, что же произойдет из-за вращения земли. Вспоминаем первое свойство гироскопа — стремление сохранить свое положение в мировом пространстве. Если бы ротор гироскопа был свободным, то с точки зрения наблюдателя на поверхности восточный конец оси стал бы подниматься, а западный — опускаться. Но в нашем приборе есть противовес, который будет постоянно создавать усилия на концах оси ротора, которая будет возвращать ось в горизонтальное относительно поверхности земли положение. Теперь пришло время вспомнить второе свойство гироскопа — прецессию, и вернуться к этому эпизоду. Усилие от противовеса в вертикальном направлении будет вызывать прецессию и тем самым разворачивать прибор в горизонтальной плоскости. Это будет происходить до тех пор, пока на оба конца оси ротора не будет действовать одинаковое усилие от противовеса. А такое возможно только когда ось ротора совпадет с направлением географического меридиана. Таким образом прибор остановится в положении, когда его главная ось расположена четко вдоль линии север-юг. Теперь, когда мы разобрались с теорией, пора перейти к практике. Помнится мне, что очень многие недоброжелатели писали желчные комментарии, когда эксперимент был в процессе, но видео все еще не выходило. Говорили, да он слился, ничего не смог доказать, эксперимент провалился, гирокомпас вообще не работает и не может самостоятельно найти географический полис, а теперь этот экспериментатор просто боится сказать об этом. И так далее. Что ж, очень хочется посмотреть на реакцию этих скептиков после того, как они увидят результат эксперимента. Ладно, не будем отвлекаться. Итак, практическая сторона вопроса. Прибор, как я уже говорил, имеет довольно простую конструкцию. Ротор, приводимый во вращение электродвигателем, располагается на раме подвеса таким образом, что его ось располагается в пространстве горизонтально. При этом вся конструкция может свободно разворачиваться в горизонтальной плоскости. И вся эта конструкция помещена на воду, чтобы свести почти до нуля все силы, влияющие на разворот. И плюс к этому вся эта конструкция удерживается вблизи центра емкости с водой, чтобы не касаться краев этой самой емкости. Удерживается с помощью обычной нитки и груза. Все максимально просто. Груз, если что, это обычный блин от гантели, пластиковый, внутри песок. Вы увидите его чуть позже. Исходя из теории работы гирокомпаса, во время работы он будет стремиться расположить ось вращения ротора таким образом, чтобы его направление совпало с местным географическим меридианом. Или, проще говоря, покажет направление на географические полюса. Но это, конечно, при условии, что земля шарообразная и вращается. Иначе ничего работать не будет. Для удобства я указал направление вращения ротора. Тем, кто справился с теорией, это подскажет, какой конец оси ротора должен будет указывать на северный полюс, а какой на южный. Но я, на всякий случай, сделал метки на приборе, чтобы было понятно всем. Ну и, собственно говоря, переходим к эксперименту. Я решил снять все одним кадром в течение всего времени работы прибора. В итоге у меня получилось несколько часов видео, но благодаря магии ускоренного воспроизведения я сократил время итогового видео во много раз. Я все-таки ценю ваше время и не хочу растягивать это видео на много часов. Только в нескольких моментах я буду снижать скорость воспроизведения до нормальной. Там я буду давать некоторые пояснения. Итак, поехали. Перед запуском я демонстрирую примерное направление на полюс с помощью обычного магнитного компаса. Запускаем. Перед запуском я демонстрирую примерного самым под Moran. Продолжение следует. Перед запуском я демонстрируйте. Ук propagatto некого характера Brazilian местногоrese, Связаннаяuestos boots на антистрелика, を используем с seeked存在 и объем compartments. Так этот регистрируйте уже особо небольшой частоторый. Ецп Первая попытка встать в меридиан Вполне успешно Для тех, кто сейчас захочет задать вопрос А почему прибор встает в меридиан не сразу, а только после нескольких колебаний Отвечаю Гирокомпас, в зависимости от конструкции Обладает затухающими или не затухающими колебаниями Это нормально, он так и должен работать Можете взглянуть на курсограмму старого советского гирокомпаса после запуска Для желающих ознакомиться с этим вопросом поближе Я оставлю все необходимые ссылки в описании видео У меня в конструкции нет никаких гасителей и колебаний Поэтому они затухают не очень быстро В связи с этим мы, по возможности, не будем ждать, когда прибор окончательно встанет в меридиан Достаточно будет оценить, вокруг какого направления эти колебания постепенно уменьшаются Собственно говоря, этот метод используется и на практике с гирокомпасами, стоящими на кораблях Итак, продолжаем Я еще раз отклоню прибор от меридиана и мы понаблюдаем, как поведет себя гирокомпас Он снова стремится вернуться в направлении меридиана Заранее предполагаю, что найдутся скептики, считающие, что всему виной специально закрученная нить, которая удерживает прибор по центру емкости Они наверняка сказали бы, что это именно нить заставляет прибор вставать в заранее определенное положение Поэтому я развернул прибор почти на целый оборот И если всему виной нить, и она разворачивает прибор в заранее рассчитанное направление То прибор должен будет совершить оборот обратно Но, как вы видите, этого не происходит Прибор спокойно разворачивается в сторону меридиана и в этом случае Минус один повод для скептиков Едем дальше Развернем прибор еще на полтора оборота Как видите, результат все тот же Прибор упрямо хочет развернуться вдоль меридиана Ну и следующий этап Для тех скептиков, которые считают, что всему виной магнитные поля или что-то с ними связанное Вблизи прибора я помещаю сильный неодимовый магнит Как видите, его силы достаточно, чтобы изменить показания магнитного компаса на противоположные И проверяем, как поведет себя прибор в таких условиях Если всему виной магнитное поле, гирокомпас будет разворачиваться в противоположную сторону Итак, смотрим Ожидаемо прибор все равно стремится развернуться в ту же сторону, что и раньше Минус второй повод для скептиков Развернем его еще раз И снова тот же стабильный результат И последний раз, так сказать, контрольный Как видите, результат все тот же Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз глянем на показания компаса Ну и на этом все Выключаем гирокомпас Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok А вот, кстати, и тот самый блин от гантели. Ну что ж, вот и весь эксперимент. Делайте выводы, господа скептики. Кстати, вот так и выглядел эксперимент при нормальной скорости воспроизведения. Согласитесь, довольно скучное зрелище. Знай, что среди альтернативщиков и других конспирологов будут те, кого даже этот эксперимент не убедит. Это ожидаемо. Не верите, что я честно провел эксперимент? Считаете, что я все подстроил и где-то вас обманул? Как и в прошлых экспериментах, я вам предлагаю два варианта. Первый. Я готов повторить этот эксперимент при свидетелях в контролируемых условиях. Второй. Вы сами повторяете мой эксперимент, сами собираете свой прибор и запускаете его. Мне скрывать нечего. В этом видео я лишь наглядно продемонстрировал то, что и так давно все знают. Этот прибор существует уже без малого сто лет и успешно применяется на флоте. Ну и подведем итоги. Гирокомпас работает, а значит земля все еще вращается и она все еще шарообразная. Кто готов поспорить об этом, напоминаю, я предлагал деньги за ответ на вопрос. Как работает гирокомпас, если земля плоская и не вращается? Ответить так никто и не смог. Может кто-то хоть сейчас попытается? Ну и возвращаясь к началу видео. Уважаемые недоброжелатели и прочие альтернативно даренные личности. Скажите что-нибудь. Я свое слово сдержал, эксперимент успешно выполнен. Где же все эти ваши даты слился и так далее? Ну уже, прокукарекайте что-нибудь. Давайте, выскажитесь пожалуйста. Я даю вам всем возможность сказать хотя бы пару слов. Я даже перед выходом этого видео проверил бан-лист на всякий случай. Кроме троллей и неадекватов там по-прежнему никого нет. В общем я жду вас альтернативные. Остальным могу сказать только большое спасибо за терпение, долгое ожидание и в некоторых моментах даже помощь в подготовке к эксперименту. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.